Зачем мы сюда пришли, в этот Содом и Гоморру? А чтобы возвестить радостную весть. Сегодня день Рождества Христова, а Христос был распят и умер за грехи людей, и воскрес по благодати, даруя нам прощение, кто будет каяться. Чтобы люди обратились к Богу, потому что за этой смертью ни конец, ни яма. Там жизнь вечная есть в раю, и в аду с сатаной в огне мучается. Что человек изберет? И мы отвечаем на вопросы людей. Говорим о наших ресурсах, где много ответов. Если есть желание... Как вас зовут? Да вам это разница-то никакой нет, не по делу это. Ну я назову меня Иван Иванович, что из этого изменится-то? Пустое это все. Я хотел спросить у вас вопрос один. Ну так спрашивайте меня, что перещать-то? Надо, я скажу. Вы спрашиваете о том, как мы можем быть полезны друг для друга, а то где вы? Ну начинает говорить, ну видно, что еще после вчерашнего, кажется, Будуна не опомнился. Нет, 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 ваше бой. Я слушаю. Я не пью. Ну не пьют, тут курят, курят все время, дым идет такой, коромыслом. Не пьют, курят, матерятся, все тут, я знаю. Половина тут голые мужики, процентов 90 мусульмане. Это блудилище самое собрано здесь. И все время пьют и пьют сидят. Нигде этого нету. Прямо непрерывно говоришь, через каждую минуту хлюпают то в воду, то что-то. Почему пьете-то? Вот, пересохло горло. Я говорю, я в пяти университетах вел занятия по два часа. Восемнадцать лет. И ни одного стакана не разрешил поставить на стол. Вам не стыдно. Вы пытаетесь блудный огонь залить. И тот гиенский, который угрожает за это. Вы сами не понимаете. Батюшка, можно я обращусь к вам? Вы уже обратились, говорите. Скажите, пожалуйста. Если я хочу пойти, я вам на полном серьезе говорю. Я верующий человек, очень сильный верующий человек. То, что я вот ношу, отче наш, и прочее, прочее. Я не бесстолковый человек, которого вы сейчас представляете. Скажите, пожалуйста, я могу пойти, если я хочу пойти месяц, поработать в церкви? Ну, а где вы находитесь? Там исходите, узнаете, как я могу знать-то. Пойти, почему не пойти? Там приходят разные люди. Надо, чтобы верующий пошел. Я умею работать руками. Ну, там посмотрите, руками-то. А если вы сегодня обкурены, да завтра обкурены, да кому вы нужны будете? Да я не употребляю ничего. Ну, вот тем более хорошо. Вы сходите, узнайте. К батюшке подойдите. В православную церковь сходите. Если они будут уверены, что вы не будете воровать там ничего, ну, они примут, дед мой. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Вот, если я хочу пойти в монастырь, ну, не подстрижником пойти, а пойти, ну, работником. Ну, так трудник называется, трудником. Трудник, трудник, да. Трудником пойти. Мне надо пойти к священнику сначала, к своему, чтобы поговорить с ним. Ну, поговорить обязательно, а как же? Так на работу устраиваются, идут к начальнику, разговаривают, примут, не примут. Может быть, и не нужны работники. А может, и нужны. Я хочу месяц поработать. Ну, ладно, видно. Главное, ты заботишься о том, что там будешь работать, а они будут молиться. А если ты не верующий, тебе зачем это? Ты будешь тяготиться. Я верующий человек. Я очень верующий. Верующий, так, хорошо. А почему вы безбородый-то? Если вы верующий, почему же бороду-то терзаете? Ну, вы знаете, ну, как бы, церковь, она не всегда говорит, что если человек верующий, он должен сходить бородой. Ну, а вы сами-то понимаете, что я сам себя не сотворил, Бог меня сделал и назвал храм Бога. И теперь я корежу на женщину похожий, что мужеложник или подкаблучник. Ну, зачем это? Ну, он не говорит священник. Так он, может, сам бритый такой. Что на это смотреть-то? Ты читай Библию, и что говорится? По ней Бог будет судить нас. Вот начинает на кого-то... Да она сама вырастет, ее растить не надо. Ну, я имею в виду, это... Ты бритву, бритву уничтожь, бритву. Вот сейчас, сегодня Рождество, вы пост соблюдали? Да. Как? Вы не ели молочного, мяса шесть недель? Нет, ничего. Удивительно, если не врешь, так-то это хорошо. Обычно-то люди как, трепочи, трепятся языком. Не вру, я же не вру, я же говорю. Ну, хорошо, так. Вот у нас большой есть Ютуб-канал. Вы можете зайти там, посмотреть. Большой Ютуб, 19 тысяч роликов. Вообразите себе. Там показано, как строим деревню православную, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Одна деревня на всю страну такая. У нас ни одного аборта, ни развода нет. Сами все делаем, без помощи государства. А можно приехать? Конечно, нельзя. За Бога, за Бога, за Бога, за Бога. За каждого. Вы уже в монастырь прописались. И к нам зачем? Мы в монастыре не будем перехватывать хороших работников. Я специалист. Ну, ладно, у нас специалисты тут были такие. Был еще специалист, приехал. Пришлось тут же выпроваживать обратно. Без разрешения никогда, ни в каком случае нельзя. У нас строгая дисциплина. Я русский человек. Ну, они русские есть. Русские. Все, страна запилась. Это значит, русские. Ну, люди верят в Бога. 85% верующие. Статистика показала. Православная. А за время перестройки в животе женщин, в вагине погибло 120 миллионов младенцев. Абортов. Страна погибает. Ну, и все верующие, верующие. Запилися. Срок жизни-то какой у людей? Почти первое место по суициду занимают. Я с вами согласен. Ну, так вот, я вам ответил. Люди творите бардак. Бардак. Так, все, я вам ответил. Вопросы о спасении души. Есть вопросы? Спасение души? Ну, все, да. Спасение души. У вас, я спрошу. У вас дома такая книга есть у вас? Дома? Не здесь. Она не здесь, у бабушки за стеной, а бабушка спит, да? Библия есть. Это все, вот понимаете, вот обманывайте на каждом шагу. Библия есть, но у стене бабушка, там бабушка спит, но будить нельзя ее. Вот прям за дурака считают. Я вам не говорю бабушка, я говорю, что я нахожусь здесь. Так, все пока. Мои сомнения развеялись. С Богом пока, до свидания. Мы пришли сюда, чтобы людям рассказать о великой радостной вести. Что на землю родился Христос, который умер за грехи распятый и воскрес живой. Чтобы даровать нам прощение. Умер за грехи людей. Если какие вопросы есть, попытаться вам ответить. Да, я даже не знаю. Ну у нас большие ресурсы, запомните. Меня зовут Игнатий Лапкин. Если вы зайдете по скайпу, скайп, такая система есть. Вы сразу на меня выйдете. Вот у нас есть в Ютубе канал. Ютуб, знаешь такое? Да, да, да. Вот заряди во свете Библии Игнатий Лапкин. Чего? Ты что, меня не помнишь? Что-то ничего не помнишь, что-то такое. Что ты меня не помнишь? У вас микрофон далеко. У меня на полную мощность. Бесов изгонял. Бесов из меня изгонял. Чего, не помнишь? Не знаю, что ответить даже. А я тебе молитву оптинских старцев включил. И ты сразу сдулся. Ну я могу сказать, что вот мы здесь находимся. И мы проехали с миссионерской поездкой из Барнаула до Владивостока, потом до Лиссабона. Прошли Прибалтику и Скандинавию. Сегодня Рождество. Кого не надо? Не надо. Как, ты не веришь в Бога, что ли? Сегодня Рождество. Ну и что? Ну а что ты, наверное, веришь вот так, да? Ну. Ну. Так у вас написан Иса, не веришь? Ты книгу-то не считаешь? Ну как же ты не веришь, когда Марьям, его мать, у вас упоминается об этой книге? Сура пятая, сура пятая, считай, шестьдесят седьмой, шестьдесят шестой аят, сорок седьмой. Какой же ты мусульманин? Какой же ты мусульманин-то? Так только по бабам лазить. Больше-то ни на что не способны. Дедушка, а что там написано? А вот надо считать, что написано. И сблудились все. В рулетке здесь 90% мусульмане. Все самое блудливое собралось. Слушай внимательно. Настоящие мусульмане тебя за мусульманина считать не будут. Мусульмане это крепкие люди. А тут из-за бабы помирает подкаблучники окаянные. Мы у нас миссионерская поездка была. Мы в Баку ночевали в доме Мулы. У Мулы ночевали. Я их знаю. Все, что-то живет там. И сюда, в это место разврата Содома, возвестить великую весть, что родился спаситель мира, который будет распят за грехи людей и воскреснет третий день. Чтобы люди жили для Бога, не для ада, а для Царства Небесного. Ну да, ты чего, бородай? А что ты безбородый-то? На бабу похожий. За чего ты сделался таким? Ну и все. Мужчина-бородай, это власть его. Мы пришли возвестить великую миссию, которую Бог назначил людям, чтобы знали о Христе, что Он родился и умер, и воскрес третий день по Писаниям. Ага. А вы еще удивляетесь-то. Как будто живете где-то в другой стране. Тут написано... США. Ну, тут написано, в России будет брехать-то. Нет, это... Это монтаж. Монтаж? Где монтаж? В башке? Нет. Здесь это... Я же настроил так, по настройкам поставил, и все, Россия. Ну, где Россия, это как раз система показывает. Ты кого обманываешь-то? Я ее взломал, пиздец, поставил так. Ну, ладно, это пустое. Так, вы верите, что смертью человека все не заканчивается? А там начинается новое? Вышел. Ничего не слышно. Видно, что зависла картинка. Нет. Вы знаете, что есть ад и рай? Нет. То есть, ничего нету? Да, да, учел. То есть, живи как хочешь, блуди, убивай, и ничего не будет. Ничего не будет. Что-то интересно зависает так. Это интернет плохой. Ну, да. Убираем людей с Рождеством Христовым сегодня. Спасибо. Чтобы люди знали великую и славную историю. Господу Бога нашего Иисуса Христа. Что Иисус родился и был распят за грехи людей. И в третий день воскрес. Чтобы верующие в Него получили жизнь вечную. Для Бога жили, не для разврата. Она хочет песню спеть. Что? Она хочет песню спеть Рождеством Христовым. У вас далековато микрофон. Плохо слышно. Мы можем рассказать вам. Она не хочет петь. Да. Мы можем сказать. У нас большой есть в Ютубе канал, где все о Боге рассказывается. Большой канал в Ютубе. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. 19 тысяч роликов только у нас. Своих. Мы строим православную деревню, где нельзя пить, курить, материться, воровать. У нас там ни одного аборта нету, ни одного развода. А в стране 86% разводов из-за перестройки. Было сделано в России 120 миллионов абортов. Женщина – это гроб. Животом и богинами свои уничтожили. 120 миллионов государства погибло в зловонии. И строят рожи кого-то. Убийцы, которые верующие, они этого никогда не сделают. Мы до этого не дошли еще. Ну да, вот если зайдете у нас, посмотрите «Во свете Библии», как у нас одеваются. Какие женщины, какие девушки, какие ребята. Два платка, у меня волосинки не видать. Платье до полу. Работаем своими силами. Дороги строим, школу построили, храм. Все сами, без помощи государства. А мне Бог позволил создать детский лагерь. Я 48 лет веду детей. Тысячи детей без помощи государства подняли. Нам есть что показать. Веру из дел показать. Во свете Библии, Игнатий Лапкин, зарядите-ка у себя. Хорошо. Посмотрите. Вот, нашла. Нашли? Да, да. Вот. Если зарядите Игнатий Лапкин в скайпе, скайп такая есть, вы сразу выйдете на меня. Я один с этой фамилией. На весь интернет.